всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что выбрали это видео что следите за моим каналом сегодня мне бы хотелось предоставить аналитику астрологическую потому что ну прежде всего мне это интересно да и вообще кому не интересна политика вы можете не интересоваться политикой но политика всегда интересуется вами и как вы сейчас видите нас всех втягивает так или иначе в эту ситуацию которая разворачивается на в народных республиках луганск и донецк российская федерация признала народные республики луганск и донецк народными республиками я не сильно в юрисдикции я не юрист по образованию и я не политолог но мне бы хотелось сделать небольшой экскурс вот в это в эту ситуацию когда принимаются подобные акты это значит что вот народные республики они уже неким образом сформированы они уже сформулированы они уже есть на бумаге то есть их уже назвали луганская народная республика и донецкая народная республика из этого момента вот как только они прописаны на бумаге эти две республики начинают существовать вообще про луганскую и донецкую области я делала уже видео на своем канале оставлю ссылку внизу в описании когда я делала это видео у меня была одна дата дата начала этого конфликта на донбассе и в донецкой и луганской областях и с этого момента я начала отсчет существования этих двух ну сегодня уже республик да вообще вот этих двух областей когда вы будете смотреть тот мой прежний ролик то этом конечно же опираюсь на ту первую дату которая у меня была и которая указана в википедии то есть я не беру даты из головы вообще спасибо огромное всем тем кто проголосовал кто принял участие в голосовании я понимаю что данная тема сейчас волнует очень многих кто кто присутствовал на подписании этих документов денис пушилин и леонид пасечник очень интересные две персоны если они вам интересны то пожалуйста говорите мне я их разберу я также когда готовилась к этому материалу прочитала про минские соглашения услышала конечно же из речи владимира путина про эти минские соглашения я окунулась и в минские соглашения в том числе и в минских соглашениях существуют даты когда были подписаны эти документы то есть судьба этих двух областей луганской и донецкой они были уже прописаны в неких актах и если вам интересно то я могу посмотреть показать вам что как жили вот эти акты пока когда они были созданы когда они были подписаны и что это обозначало бы для этих двух областей что сейчас со временем дело в том что со временем когда в момент был подписание вот этих соглашений о признании луганской народной республики и признание донецкой народной республики получается абсолютная чехарда почему вот нашла статью в интернете если у вас есть другое время как бы рождение этих документов до время элекции это называется там не пожалуйста дайте знать я перепишу видео я запишу новое видео и выложу его но посмотрите что вообще происходит на наручных часах владимира путина время было 12 15 вот здесь подчеркнуто видите хотя трансляция велась в одиннадцатом часу вечера по москве здесь же в этой же статье то есть в одной статье четыре разных времени указано понимаете а значит на наручных часах шойгу было 12 47 но вот 12 47 12 15 близко да может быть там подписали и продолжили говорить в этот момент но тут же говорится что трансляция в этот момент шла в 17 часов 40 минут я так понимаю по москве и тоже еще один нюанс вот по поводу подписания этих указов их этих указов 2 почему потому что первый указ на донецкую народную республику понимаете а второй на луганскую народную республику то есть это было два указа два документа которые были подписаны видимо один за другим но тоже там разница некая была в секундах и еще одно очень хорошее время которое я нашла в интернете это договоры с этими республиками у российской федерации заключены сроком на 10 лет это немаловажно вот от 21 числа от 21 февраля 2022 года я в своем прогнозе сейчас окунулась в течение этих десяти лет которые грядут на нашем с вами веку и мы все с вами увидим итак договор был подписан ну я взяла здесь первое время в 12 15 мне как астрологу это время очень нравится если бы я была астрологом которого бы пригласили подобрать время и лекции подписания этого договора я бы сделала то же самое то есть около 12 часов дня я бы выбрала очень удачное время и у меня закрадывается подозрение что вполне вероятно документы были подписаны именно в 12 часов 15 минут 21 февраля 2022 года и таким образом получается что солнце в зените потому что солнце посмотрите стоит в десятом доме а десятый дом это точка цели вы знаете у меня существует подозрение о том что астрологи работают в разных государственных аппаратов разных стран у меня этому есть и косвенные какие-то подтверждения но и часто я вижу да вот проходит какое-то время назначается какое-то время и она но настолько вот четко описывает ситуацию просто ну знаете вот однозначно что кто-то помогает подобрать дату помогает подобрать момент подписания в данной карте мы с вами видим что луна луна это народ это люди и эти люди этот народ стоит знаки зодиака скорпи он вообще вот просто в первом градусе здесь луна сделала ингрессию знак зодиака скорпион именно около в 12 часов дня да вот как будто бы специально подождали когда луна выйдет из вот этого знака зодиака а на момент когда там стоит эта луна если бы они чуть чуть раньше подписали документ да скажем например в 12 часов 07 минут то луна здесь была бы без курса то есть и идти дальше некуда понимаете не нет развития событий по такой луне при такой луне а нет они дождались да вот кое-кто дождался то есть это 12 часов 07 минут луна еще без курса и вот в 12 часов 18 минут луна меняет знак зодиака она приходится на скорпион вот я думаю что все таки не в 12 15 подписали этот договор а тремя минутами позже то есть дождались пока луна войдет знак зодиака скорпион понимаете и вот что еще по поводу вот этой точке цели вот на 12 47 вот этот второе время до которое я вам показывала что вот может быть в 12 47 подписали я не знаю когда именно подписали но в 12 часов 18 минут еще . цели стоит знаки зодиака водолей а это неожиданный поворот событий переворот обстоятельства которые не подвластны какой-то структуризации или подчинению как будто бы это некий хаос понимаете вот . цели создать хаос и вот она пожалуйста в знаке зодиака водолей может быть если договор был подписан 12 часов 47 минут как было на часах у шайгу то тогда этот . цели стоит знаки зодиака рыбы но однозначно посмотрите солнце юпитер и нептун уходят вот в этот вот дом дом цели дом карьеры дом очень цели устремленный дом который амбициозные ему надо да и там целых три планеты в момент подписания договора посмотрите где стоит луна и народ луна и народ вернусь стоит знаки зодиака скорпион то есть где в экстриме в риске да и мы с вами понимаем что луганск и донбасс там это это неспокойные территории сейчас развивать эту тему не буду все прекрасно сами понимаете что там такое происходит многие даже на личном опыте и она это где стоит луна то да вот она да она в скорпионе они в таком сжатом абсолютно в ситуациях агрессии в ситуациях экстрима но в пятом доме пятый дом это дом праздника это дом хобби это дом для детей это сектор гороскопа который отвечает за эти вещи и на фоне чего да вот подписали договор и вы все знаете что в донецке и в луганске просто-напросто фейерверки начали пускать люди реально радовались что что-то происходит иное да к чему они привыкли уже в течение 8 лет и вот они праздновали ну и посмотрите с одной стороны то луне конечно плохо в знаке зодиака скорпион но с другой она стоит в трине с солнцем солнце при этом это олицетворение никого короля никого царя правителя ну давайте скажем что это путин и вот здесь вот для путина подписание данного договора было очень хорошо было положительно ему понравилось он испытал удовольствие удовлетворение и народ которая для которого подписали этот договор он в общем-то неплохо относится к тому что этот договор был подписан но здесь у луны посмотрите будет будет через 6 градусов квадратура с меркурием то есть вот документы подписали меркурий это документ а дальше что и вот такая вот тревога внутренние у народа за подписание этого договора да хорошо подписать то подписали ну что вот мы чувствуем после этого да как вот она будет чувствоваться понимаете тоже здесь квадратура то есть здесь есть конфликт вот люди это конечно они отпраздновали сейчас побросали эти фейерверки в небо выпили наверное за счастье за будущее так далее но все ждут затаив дыхание а дальше что разворачиваться события так как будут понимаете посмотрите пожалуйста марс стоит в соединении с венерой марс это воинственные настроения венера деньги но у них здесь у этих двух планет неплохое сочетание с нептуном то есть и деньги и военизированное настроение и все остальное что связано с армией они будут засекречены они будут как-то тайно все это делаться до или при помощи иностранцев потому что нептун это иностранцы а давайте посмотрим вообще в принципе на иностранцев иностранцы посмотрите это чаще всего юпитер и юпитер стоит здесь в десятом доме то есть при помощи иностранцев при помощи иностранной помощи но если простите дозвищают автологии вот если мы говорим донецк и луганск это для кого-то собственно родина и там те люди которые живут они являются соседями они являются меркуриями то юпитер то что из-за рубежа но пока что российская федерация это из-за рубежа так вот здесь это российская федерация которая для этих республик пока что из-за рубежа она стоит вот точки цели а из какого за рубежа а вот из такого из неожиданного но из позитивного потому что здесь сексиль то есть планета уран помогает этому юпитеру планета уран планета переворотов революции помогает юпитерианцам то есть тем кто пришел как бы извне да то есть здесь положительный такой эффект случился давайте посмотрим на сатурн сатурн это всегда указание чего-то ну что должно быть структурировано подчинение законом подчинение букве да вот это суды да это . вот точно должно быть скрупулезность терпение и эта планета стоит в знаке зодиака водолей тоже перевороты а если кто-то за мной следит то я делала прогнозы на 2022 год в том числе и я говорила о том что вот из-за этого сатурна водолей некоторые страны прекратят свое существование некоторые страны продолжат свое существование но уже либо не в тех территориях которые были до этого либо не так как прежде либо в каких-то других рамках либо они выйдут из какого-то содружества либо они войдут в какое-то содружество но и вы видите что например 2022 году в самом начале до в январе что случилось в казахстане то есть там тоже попытка какого-то переворота передвижек каких-то государственных вот это сатурн он это будет делать понимаете к счастью к счастью на момент когда народная народные республики луганская и донецкая были признаны не было ни одной ретроградной планеты иначе вот я еще раз говорю вот реально кто-то работал буквально совсем недавно и ну из астрологов кто-то помогал да потому что совсем недавно вышел из ретроградной фазы меркурий а он такой он очень вредный когда он в ретроградной фазе вот я по себе просто не могу понимаете вот пережить потому что но настолько все меняет настолько как турбулентность возникает вообще и тут ни одной планеты ретроградной ни одной я вот просто удивилась открываешь карту думаешь ну елки-палки и вот как все удачно как все хорошо понимаете и до плутон плутон это воинственное настроение он остался еще пока что в знаке зодиака козерог а козерог это тоже структурированность это государственность и там плутон много переворотов делает мы сейчас знаем да что вообще по миру творится в связи с этой пандемией и луна войдя в знак зодиака скорпион она оставила позади квадратуру с плутоном то есть квадратура то расходящиеся вот еще почему документ был подписан в 12 часов 18 минут как я считаю он был подписан понимаете они в 12-15 в динамиках лучше всего показывать людям как будут развиваться события зеленая линия это позитивная положительная спокойная красная это негативная напряженная итак поехали посмотрите пожалуйста на момент подписания договора да вот мы с вами здесь видим 22 21 февраля 2022 года какая эйфория эйфория это она пройдет и вот посмотрите здесь опускается эта линия зеленая видите вот она 17 февраля 2023 года то есть вот на эйфории будет состав люди в состоянии эйфории на этих территориях будут находиться в течение года примерно но постепенно эта эйфория будет проходить и посмотрите дальше будет устаканиваться мирная жизнь спокойная жизнь напряжение как такового не будет и вот здесь вот на переходе где-то апрель месяце 2028 года посмотрите пожалуйста опять какая напряженка будет но такая напряженка которую реально можно пережить то есть по моему вот здесь вот да могут быть какие-то недоговоренности могут быть какие-то кризисы да вот кризисная ситуация но опять же давайте посмотрим что вот уже с там января 2030 года все более-менее будет спокойно дальше я просто-напросто не ставила динамики не показывала а в данном случае вы видите символические дирекции это такая такой метод прогностики на более длительный период и то есть а в течение этих 10 лет она будет видно что там дальше будет продолжаться да как дальше будут сосуществовать эти две народные республики как дальше они могут существу существовать с миром окружающим да что дальше вот что то есть время покажет и может быть вот здесь вот где-то на 2028 2029 тридцатые годы возможно будут какие-то пересмотра договоров может быть что в общем какие-то перетрубации будет что-то другое возможно подписание новых договоров о которых мы с вами тоже посмотрим что это такое будет да но вот пока что пока что на 2022 год вплоть до 2028 года я астролог юлия кремлёва ответственно вам заявляю никакой войны не будет люди перестаньте пожалуйста рвать на себе волосы успокойтесь мы за мир мы за мир во всем мире я вообще хочу чтобы у нас в мире рождались дети у всех из тех же соединенных штатах америки на той же украине и на той же россии в донецких республиках что все были живы чтобы были здоровы чтобы люди продолжали радоваться свадьбы играть отмечать дни рождения понимаете я за что и вообще я очень хочу мира я знаю что вам понравилось мое видео я от скромности не умру пожалуйста ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал если вам интересно приходить ко мне на обучение а я за звездный позитив